Здравствуйте, меня зовут Гатина Эльвира Аслановна, кандидат экономических наук, Институт управления экономики и финансов КФО. Сегодня мы с вами продолжаем тему ведения переговоров и поговорим с вами об очень важном навыке умения слушать. Я очень быстро напомню вам то, о чём мы говорили с вами на первом занятии. На первом занятии мы сказали о том, что нам очень важно, когда мы идём на переговоры, находиться во взрослой позиции. Мы вспомнили Эрика Бёрна и его транзактный анализ. Взрослая позиция – это позиция человека, который знает, почему он здесь находится и для чего ему эти переговоры нужны. Также мы с вами сказали, что к переговорам очень важно готовиться. Это даёт 80% успеха. Важно поставить цель, важно зафиксировать аргументы, важно продумать, что же хочет ваш оппонент. Ну и после того, как переговоры проведены, очень важно провести анализ и работа над ошибками. А сейчас мы поговорим об очень важном навыке, который вам будет необходим в переговорах. Этот навык про умение слушать. Прежде чем мы с вами продолжим, я хочу предложить вам сделать небольшой тест. Сейчас я зачитаю вам небольшой текст. Ваша задача – внимательно его послушать. А дальше вы ответите на несколько вопросов. Итак, если вы готовы, я читаю. Итак, один сотрудник обратился к своему начальнику по поводу изменения графика работы. После состоявшейся с глаза на глаз беседы, сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Сотрудников все очень любили, поэтому разгорели жаркие обсуждения, что же можно предпринять. Итак, на данном слайде вы видите 10 утверждений. Пожалуйста, вспомните тот текст, который я вам только что сейчас прочитала, и ответьте на эти утверждения. То есть ваша задача – просто, скажем так, поставить плюсик для себя. То есть сколько из 10 утверждений совпадают? Давайте я вам их прочитаю. Речь шла об очень опытном ценном сотруднике. Если вы с этим согласны, отгибайте один пальчик. Начальник уговаривал сотрудника остаться, но он отказался. Сотрудник обиделся на начальника и уволился. Начальник уволил сотрудника. Разговор с начальником привел к увольнению. Коллеги уговаривали сотрудника остаться. Коллеги жалели, что сотрудник уволился. Коллеги обсуждали ответные меры против начальника. Начальник не принимал участие в обсуждении коллег. Сотрудник принимал участие в обсуждении коллег. Итак, сколько плюсиков у вас получилось? Судя по опыту, обычно не меньше двух плюсиков получается в этом тесте. У некоторых моих особо талантливых студентов бывает 8 плюсиков. Я сама, когда первый раз делала этот тест, у меня получилось 5 плюсиков. Значит, правильный ответ. Здесь нет ни одного совпадения. Нет ни одному совпадения, потому что напрямую в тексте ничего об этом не было сказано. Все то, что здесь написано, это все то, что мы додумали сами. Мы таким образом интерпретировали информацию, которую мы получили. А учитывая, что основная часть, особенно бизнес-процесс, происходит в устной форме, управление в устной форме дает поручения. Мы постоянно разговариваем. И представляете, что с этими поручениями бывает? То есть мы все слышим по-разному. Поэтому навык умения слушать, он очень важен, особенно в наше время. Итак, возвращаясь к теме переговоров. Я очень люблю, как вы видите, всякие разные проценты. Поэтому обратите внимание, на слайде написано, что в переговорах очень важно уметь слушать. Не столько говорить, а мы чаще всего думаем, я скажу это, я скажу то. Как вы собираемся на переговоры? Вот я ему скажу. А оказывается, нужно собираться на переговоры немножечко по-другому. Скажу я на 30%, а послушаю на 70%. Умение слушать. Теперь давайте с вами разберём, как же мы с вами слушаем. Есть три вида слушания. Давайте о них немножечко поговорим. Первый вид слушания – это псевдослушание. Ну, знаете, псевдослушание – это то, чего часто злоупотребляю я лично, когда мои дети, например, я прихожу вечером, и мне очень хочется в телефоне. Подходят ко мне дети, и что-то они у меня спрашивают. Да, задают вопросы. Я вот таким образом отточу. Я делаю вид, что слушаю. На самом деле я не слушаю, я занята совершенно другими своими мыслями. На совещаниях очень часто мы видим, что люди сидят, рисуют. Я, извините, сама иногда так делаю. Рисую ёлочки, палочки или ещё что-то. Да, очень часто, опять-таки, мой отрицательный пример, иногда бывает, что приходят студенты или же сотрудники, и я, не отнимая головы от компьютера, печатая, делаю вид, что с ними разговариваю. На самом деле, да, я нахожусь вот здесь. Понятно, да, что это неправильный вид слушания. То есть в переговорах этот вид использовать не нужно, потому что он вызовет только отрицательную реакцию со стороны вашего оппонента. Есть второй вид слушания – это оценочное слушание. Оценочное слушание – это когда человек не столько хочет услышать, что вы ему говорите, точнее, даже у него нет желания услышать, сколько хочет высказаться быстрее сам. Он очень хочет дать оценку тому, что вы говорите. Обычно такие люди говорят, ну, я же тебе говорил, а вот я тебе ещё тогда так сказал, почему ты так не сделал и так далее. Да? Конечно, с такими людьми разговаривать нам не очень интересно. Наверняка у вас есть и в вашем близком окружении такие люди. У меня вот лично есть. И последний раз у меня один такой знакомый мне сказал, ты даже ничего не рассказываешь в последнее время. Да, не рассказываю, потому что когда я рассказываю, хочется мне рассказать, но в ответ я получаю, да, то есть как бы мне рассказать не даёт, но в ответ я слышу какую-то другую позицию. Вот это вот такое оценочное слушание. Понятно, что в переговорах его тоже использовать неправильно. А вот активное слушание – это третий вид слушания, который вы видите здесь на слайде. Да, вот активное слушание – это как раз то, о чём мы будем с вами говорить. Это тот вид слушания, который необходимо применять, когда мы находимся в переговорном процессе. Итак, что такое активное слушание? Когда я слушаю активно, знаете, как мультфильм у меня. Уши выросли для того, чтобы, да, я слышала лучше. Был такой мультфильм, не помню, как он называется, где «Я, Медуза, Я, Медуза» был такой мультик. Да, там пели. И вот он ухо так делал большим для того, чтобы слушать, что происходит на других планетах. Здесь то же самое, да. Мы делаем усилия над собой для того, чтобы понять смысл того, что нам говорит другой человек. И это проявляется как в вербальных, так и в невербальных сигналах. Как это проявляется в невербальных сигналах? Я убираю все вещи, которые мне мешают. Я убираю телефон, убираю что-то, что было у меня в руках, да. Я телом даже придвигаюсь ближе к человеку, который мне что-то рассказывает. То есть я показываю, что мне очень интересно. Да, я могу кивать головой. Я показываю всем своим видом, демонстрирую, что то, что ты говоришь, для меня важно. Я хочу услышать то, что ты говоришь. Что нам даёт, да, это активное слушание? Активное слушание нам даёт возможность собрать побольше информации. В переговорах очень важна информация, да. Мы же даже готовимся, вспоминаем первую часть нашего занятия. В первой части мы говорим о том, что 80% успеха – это подготовка, да. Но сбор информации, он может длиться и в самих переговорах. Он может проходить самих переговоров. То есть когда мы внимательно слушаем, чтобы понять, что же наш оппонент хочет. Вот активное слушание помогает это сделать. И это очень важный момент, потому что кто владеет информацией, владеет миром, эта поговорка нам известна, особенно сейчас, когда информации много, и она становится такой доступной. Значит, какие есть приёмы активного слушания? Вот это как раз мы сейчас с вами говорим о вербальных приёмах. Значит, во-первых, можно задавать вопросы. Вопросы, которые помогают человеку, да, ну вот вам лучше понять, а человеку лучше раскрыть то, что он говорит. Значит, можно задавать вопросы что, где, когда, зачем, да, и почему. Можно угукать, но не просто угу, да, не так, а да, угу, угу, да, то есть серьёзным выражением лица, что я понимаю, о чём вы говорите. Есть приём молчания, то есть когда вы, наоборот, перестаёте говорить и только, да, всем телом своим показываете, что вы активно слушаете. Поблуждение, да, я слушаю, продолжайте. Очень интересно, да, мол, мне важна ваша позиция. Уточнение, правильно ли я вас понял, это перефраз, правильно ли я вас понял, что? А уточнение – это позвольте уточнить, да, так ли я понимаю. То есть вы такими мягкими фразами помогаете человеку лучше сформулировать свою мысль. Очень интересный есть приём эхо. Эхо я использую очень часто, особенно, да, когда мне нужно, там, успокоить кого-то, потому что если я вижу, что человек нервничает, можно сказать, я вижу, что тебе, что вам очень некомфортно сейчас, я вижу, что вы очень эмоционально относитесь к этому вопросу, да, то есть вот мы можем передать это близко вот к сходству, да, то есть мы можем показать вхожесть с эмоциями другого человека, и можно сказать, я понимаю, что сейчас с вами происходит, я на самом деле понимаю вашу обеспокоенность, я понимаю, почему вы вызвали нас сегодня, говорю, я вспоминаю свою тему с учителем в школе, да. Эхо – это когда я могу повторить даже часть фразы. У меня это очень интересно работает с моими детьми. Иногда, знаете, ко мне дети мои приходят, например, говорят, и вообще, что там происходит, я больше не пойду никуда. Я говорю, так, ты больше не пойдёшь никуда, да, я больше не пойду. То есть повторить фразу, и человек уже успокаивается. Например, ребёнок часто мне говорит, плачет, и говорит, мне больно, я упала. Я говорю, тебе больно, ты упала. Она говорит, да. И ей становится приятно, потому что я как бы поняла её чувства. Хотя на самом деле я всего лишь повторяю фразу из того, что она сказала. Конечно, да, это такие комичные, я вам привожу истории, очень простые, но суть одна и та же. Да, эти приёмы можно спокойно использовать в переговорных процессах. Ну и есть такой приём резюме. Да, и так давайте подведём итоги. И так мы с вами договорились о том-то. И так, да, мы достигли таких-то с вами результатов. Так ли это? Вы согласны? Правильно? Да? То есть такие вот фразы, которые помогают подытожить разговор. Значит, можно, когда вы в активном сообщении находитесь, да, вы ещё задаёте вопрос. Ну вот часть вопросов мы смотрели на предыдущем слайде, на этом слайде тоже вы видите те вопросы, которые вы можете задавать во время переговоров. Это открытые, альтернативные, закрытые вопросы. Ну, открытые вопросы, как раз вот они, кто, что, где, когда, кому, как, чем и так далее, они очень полезны вам будут, когда вам нужно начать разговор. Да, когда нужно начать вот переговорный процесс, да, и разговорить с человеком для того, чтобы заставить подумать вашего оппонента, да, ну вот, чтобы упустить мыслительный процесс. Есть альтернативные вопросы. Альтернативные вопросы я лично очень люблю. Это альтернативные вопросы, они, когда вы предлагаете два варианта, например, да, и человек выбирает из этих двух вариантов. Но эти два варианта предложили вы, и вы предлагаете приемлемые для себя два варианта. Ну, опять-таки, приводя очень простой пример, да, как спрашиваю своего ребёнка, я говорю, ты будешь кашу со сливочным маслом или с подсолнечным маслом? Понимаете, то есть моему ребёнку приятно, он думает, что он сам принял решение, с каким маслом он будет, а я на самом деле не оставляю ему выбора, да. То есть кашу ты будешь кушать всё равно, да. Вот с каким маслом, вот ты уже выбираешь сам. Поэтому, да, овладеть мастерством задавания альтернативных вопросов, да, очень вам поможет в переговорном процессе. Ну, есть закрытые вопросы, чаще всего закрытые вопросы используются уже в завершении переговорного процесса, да. Это когда нам нужно поставить точку, когда подтвердить наши договорённости, эти вопросы предполагают там ответ да нет. Да, итак, мы с вами договорились, начинаем делать так-то, так-то, так-то. Да, да, всё. Или мы с вами договорились, подписываем такой-то договор, да, да, или нет, нет. То есть вот такие виды вопросов. Есть техника я высказывания, очень полезная техника, которую также можете использовать в переговорном процессе, да, да, это поведение взрослого человека, ассортивное поведение, это поведение уверенного человека, да, который знает, чего он хочет, чего не хочет. И эта техника, она очень хорошо позволяет избегать манипуляций в переговорном процессе. Ну, вот, например, вы применили технику активного слушания, да, и вот чувствуете, послушали человека, но чувствуете, что с той стороны опытный, да, оппонент, и пошла какая-то там определенная манипуляция. Вот техника я высказывала, она очень удобная в этом случае. Вы можете сказать о том, что, да, я сейчас не готов обсуждать, или я не готов принять это решение, мне не нравится. Всё это такая техника, при которой вы говорите только о себе. Да, вы говорите о себе и о своей позиции, да, потому что очень часто мы начинаем говорить ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты, и вы вообще, да, то есть вот в переговорах, конечно, это не очень правильно, да, потому что мы находимся во взрослой позиции. Вот такая техника я высказывала, она тоже может помочь в этом моменте. Ну, здесь есть алгоритм, есть фразы, которые вы можете использовать, да, вы можете поставить на паузу и изучить этот слайд подробно. Мы движемся дальше. И иногда может у нас получиться так, что оппонент может стать, знаете, немножечко неконструктивным, то есть идут переговоры, вроде бы мы применили все техники, которые есть, но вот у человека что-то там загорается очень сильно, да, и человек начинает вести себя немного агрессивно, да. И что же делать в этой ситуации? Значит, в этой ситуации основная ваша задача – переформулировать жалобы, да, переформулировать жалобы и его проблемы в цели и задачи, то есть уходить конструктивно, да, не в эмоциональном оставаться поле, а уходить конструктивно. Конечно, лучше человеку позволить выпустить пар, пусть человек всё скажет, да, то, что он хотел сказать. И вот после этого, да, не задерживаясь на обсуждении вот того, что было сказано, как-то сказать, хорошо, я понял, вас расстроило то-то, то-то и так далее. Что будем делать? Какой шаг мы предпримем? Да, идёте прямо по правилам. То есть есть первое, второе, третье, четвёртое правило. Можете сказать, давайте вместе, да, сейчас решим, как мы будем решать, то есть какие задачи, какие пути мы наметим. То есть ваша задача – просто выводить уже туда, к цели. Да, цель вы помните, она у вас в голове, вы её по смарту сформулировали, цель этих переговоров, да, и вы из эмоционального выводите человека в рациональное и в конструктивное. А вы можете параллельно фиксировать всё то, что да, вы договариваетесь, ну и в конце резюмируете. То есть каким образом вы можете это сделать? Вот обратите внимание, у меня есть список полезных вопросов. Кстати, этот список полезных вопросов у меня на работе висит на стене, потому что они очень вовремя иногда мне всплывают, когда надо их вспомнить. Вот, я вам тоже могу посоветовать это сделать. Итак, да, сложилась такая-то ситуация, вы согласны? А как мы видите? Человек говорит, нет, я не согласен, совершенно другая ситуация. Говорит, хорошо, как вы видите эту ситуацию, да? Что мы можем сделать? То есть мы сразу конструктив в этом, как вы видите и что мы можем сделать? Что вы можете сделать? Что я со своей стороны могу сделать? Такие очень простые вопросы, но это вопросы уже про действия, а не про затормаживание на этой эмоциональной ситуации. Что ещё мы можем сделать? Какая помощь вам нужна? Или какая помощь, что да, может идти от меня? Ну и какие шаги мы наметили? Итак, какие шаги мы с вами наметили для того, чтобы эта проблема была решена? То есть вот если вы будете двигаться по этому алгоритму, она у вас очень хорошо получится справиться с оппонентом, который находится сейчас не совсем в конструктивном состоянии. Ну и хочу посоветовать вам очень хорошие книги по переговорам. Почитайте, да, я думаю, что вам это будет полезно. Итак, для того, чтобы ваши переговоры были успешными, вы должны применять технику активного слушания, сделать усилия над собой и понять, что же он хочет сказать оппонент, задавать ему правильные вопросы. И в случае, если оппонент ведёт себя неконструктивно, использовать технику поведения с неконструктивно настроенным оппонентом, которая также была у нас здесь приведена на слайдах. Я желаю вам хороших, радостных переговоров. Я желаю вам, чтобы все ваши переговоры завершались для вас удачно. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...